пасха главный праздник совпадающий с пробуждением природы перед вами цветущий кизиловый сад символ весны и возрождения и вечной жизни на земле это не случайно 300 400 лет живет кизил а при правильном уходе и гораздо больше не случайно такой сад называет садом внуков правнуков и праправнуков вот этот сад был посажен в 1926 году то есть ему уже 90 с лишним лет и 70 лет на этой усадьбе жили замечательные люди я вспоминаю николая васильевича гоголя повесть старосветские победчики иван фирсович и мария васильевна иван фирсович мужественный крупный интересный мужчина партизан фронтовик мастер на все руки медник жестянщик водитель тракторист садовод а мария васильевна маленькая быстренькая умница сдельница какие пироги она пекла а как стирала вся деревня заглядывалась на ее и сине белое постельное белье ведь тогда не было ни стиральных машин ни порошков хозяйственное мыло стиральная доска и синька нет уже и давно затем этим садом занималась дочь их потом внучка елена а сейчас здесь новый хозяин алексей и вот этот сад он стал облагораживать посмотрите какие стволы мощные кизил имеет таких три неоспоримых преимущества перед другими деревьями во-первых это высокая устойчивость к разного рода болезням вредителям никакие катаклизмы ему не страшны ни морозы ни заморозки ни ливни вот видите алексей начал облагораживать срезает засохшие деревья вернее засохшие ветки вот это вот это дерево это чемпион алексей вот тут по моему плоды достигает до 10 граммов веса так или не так да вот алексей ходит рядом со мной прогуливаемся мы по этому весеннему красивому цветущему саду так вот ничего этот кизил не боится ни вредители ни болезни ничто ему не угрожает а второе его преимущество это высокая его пищевая и лечебная ценность то есть можно из него готовить всякого рода соусы к мясным блюдам вот совсем недавно в интернете я прочел такой рецепт курица под кизиловым соусом а компоты какие великолепные а варенье это вообще считается эталоном из всех варенье кизиловое варенье пастила сушеный кизил соленый кизил моченый кизил в общем не перечислить всех блюд которые из него можно приготовить лечебной славой пользуются его корни листья косточки в общем все идет или на лечение или на еду ну и самой главной самой неоспоримой его как говорится статью является долговечность это очень долговечное дерево будем так считать мафусаил среди деревьев вот посмотрите какие стволы видны мощные и вот потихоньку новый хозяин начинает облагораживать этот сад видите вот он обрезку сделал хочу я поговорить о размножении кизила издавна с давних пор кизил размножался только отводками то есть как правило на берегу реки росло несколько кустов вот они периодически омолаживались срезались под самый корень засыпалась это все субстратом поливалась и в течение одного года получались отводки и вот только долговечным может быть кизил из отводков акулированный кизил для долгой жизни не годится живет он как все акулированные деревья там 30-40 лет не больше а для того чтобы получить вечный сад который будет расти плодоносить сотни лет нужен посадочный материал именно из отводка и в старину именно таким образом кизил и размножали только отводками никакой окулировки не было и в помине во первых окулировка она сокращает как бы срок жизни во первых и во вторых это очень трудоемкий процесс где-то пять-шесть лет надо для того чтобы получить нормальный стандартный саженец то есть 34 года сидит это косточка в земле пока она прорастает до привить ее и самое вот что будем говорить не очень приятное вот этот нормальный кизил стандартный а в старину вот в Крыму было два сорта вот этот кизил который перед нами он назывался грушевый еще такой бутылочной формы он позднего срока созревания где-то с 20 чисел августа так алексей да и по по самые заморозки он висит до конца октября до начала ноября пока мороза его не приберут и кизил был будем так говорить яблочный кизил более ранний в августе месяце он созревал и вот появились в общем в 90-х годах новые питомниководы старые питомники советские были разрушены правда объективности ради надо сказать что в советские времена тоже пробовали окулировать этот кизил но ничего хорошего чисто экономически это было нерентабельно 6 лет ждать был очень малый процент приживаемости и в основном размножался он отводками он хорошо сохраняя не не хорошо полностью сохраняет свои материнские формы хорошо плодоносит ежегодно и живет долго а вот если его привить я уже сказал о продолжительной жизни сокращается растения и во вторых он от подвоя от подвоя наследует некоторые не не очень хорошие свойства а именно в качестве подвоя применяется сеянцы лесного кизила а лесной кизил этот он очень будем так говорить рано по времени плодоносит где-то в августе он уже полностью значит заканчивает свое плодоношение и вот это его свойства передается на привой то есть внешне материнские качества сохраняет кизил и по вкусу и по цвету и по форме а вот созревает он несколько раньше ну не несколько там на две на три недели и это не очень хорошо сокращается как бы время плодового конвейера получается так что кизил яблочный это август и начало сентября а кизил грушевый это конец сентября октябрь и до морозов первых числах ноября и вот поэтому этот привитой кизил будем так говорить ну для вечного сада он не пригоден ну хочу я сказать что там надавали имен разных собственных детей своих внуков и правнуков ну это как говорится страсть человеческая к славе единственное что вот эти кизилы будем так говорить под новыми именами даже под женскими да вот кизилы елена или кизил настя да он мужской да имя у него женская ну будем так говорить что вот эти кизилы они не отличаются будем этот от исходной этой формы всякие вот там семены артимоны от исходной формы грушевого кизила единственное что у них срок вступления вернее срок плодоношения ну смещается там на 2 на 3 недели и вот это автором будто выдает право называть им новыми именами ну раз их там им так нравится пусть так и будет ну а для того чтобы это дерево было вечным долго плодоносило и радовало большими урожаями надо его омолаживать но считается что периодичность обрезки такой кардинальной это 15-20 лет но сад несколько запущен будем так говорить но он находится сейчас в хороших руках я вижу это алексей занимается этим делом и я думаю что видите как хорошо в этом году он весь отцвел уже есть завязи и прогнозирую я очень хороший урожай обязательно мы увидим этот сад осенью какой здесь будет урожай ну и вот даже эта обрезка я так думаю лет 30 она не проводилась думаю как иван фирсович последний раз обрезал ее году наверно девяностом так здесь и не касалась как говорится рука но несмотря на вот такой будем говорить не очень тщательный уход деревья все себя великолепно чувствует вы посмотри какой заложен богатейший урожай уже опылился он полностью кизил этот завязи есть очень много и будем надеяться что будет он нас радовать еще много много лет хочу еще раз вас поздравить чудесным весенним праздником с обновлением с пасхой всего вам хорошего